Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня тема про iHerb и БАДы. 9 февраля я узнал, что по решению российского суда из ассортимента компании iHerb был новый запрет, запрет ввозить в Россию как раз самые важные для здоровья витамины и добавки к питанию. Потому и решил сделать это видео, поскольку возмущен. Дело в том, что любая несправедливость меня возмущает, особенно циничная и прикрытая заботой о людях, мол, для вашего же блага все делается. Да еще хитро обставленная со сговором заинтересованных корыстными целями людей. Мои постоянные зрители прекрасно знают, что я сам продаю продукты и натуральные БАДы. Никак с iHerb не связано, не собираюсь защищать iHerb. Тем более, что в какой-то мере он мне даже конкурент, ну по нескольким позициям. Но правда для порядочного человека всегда дороже, потому это видео я и делаю. Даже экономически будучи в этом. Не то, что не заинтересован, а по идее сам я должен был бы поддержать как раз решение суда. Более того, я считаю, что с iHerb имеет смысл покупать ну не более 10-20 препаратов из гигантского 20-тысячного ассортимента. Остальное вообще не имеет смысла. А что имеет смысл? А вот то, что запретили сейчас, как будто специально это сделали. Но, кстати, и продажи этих препаратов удваивались чуть ли не каждый месяц-два. Потому, видимо, и Валар, от моего предположения, сделали упор по запрету. Вот на именно эти главные препараты. Это витамин В12, метилкабаламин, да. Это витамин Д3 в дозировке 5000ME, то есть международных единиц в одной капсуле, о чем я всегда говорил, рекомендовал именно это брать. Одной фирмы, скажем, американской, хорошей. Витамин С запретили, но это ладно, потому что он все равно неорганический. Вот в виде таблеток это не полезная штука. А по витамину С вот эти два видео мои обязательно посмотрите. Если вы хотите покупать действенный, натуральный, органический витамин С, то, пожалуйста, он единственной фирмой в мире, и компанию Дуалайф производится, единственный. И мы его представители можете купить у меня на сайте надгар.ру или получать из продуктов питания. Вот, кстати, об этом было мое видео совсем недавно. А всякие аскорбинки там и тому подобное категорически не покупайте. Это еще более опасно, чем принимать антибиотики. Некоторые формы магния запретили, некоторые формы лютеина. Альфа-липоевую кислоту с высокими дозировками. Ну, и так далее, и так далее. Так вот, я, разумеется, за развитие отечественных производств. И хочу, чтобы все по возможности производилось в России. Считаю, что отечественного производителя должны поддерживать и правительство, и граждане своей страны, то есть своими покупками. Но только это надо делать честно. Например, просто объявить, что для поддержки какого-то отечественного производства мы, ну, власти, решили запретить такую-то компанию, например, Айхерп, были какие-то их препараты или всю продукцию на территории России. Ну, прямо и честно открыто в глаза, что называется, это и сказать всем. Но если ради какой-то компании отечественной, одной монополии, и ладно бы государственной, а тут частной, и ладно бы еще качество великолепного. То есть не хуже тех компаний, которые представляет Айхерп. Ну, скажем, например, американскую компанию Solgar или аналоги. Но мне почему-то кажется, что компания Valar никак не дотягивает до компаний Solgarpo, в том числе и качество препаратов. Это мое такое субъективное, скажем так, мягкое мнение. Но когда и правительственная, судебная поддержка происходит путем лоббирования интересов компании, целью которой является убрать с рынка конкурента любой ценой, и ладно бы качество товаров, еще раз повторюсь, было бы такое же, как у западных конкурентов, пусть даже у нашей компании были бы дороже, ну, конечно, не в 2, а в 3 раза, а так это, конечно, низко и подло. А что же произошло? Да дело в том, что многие интернет-ресурсы говорят следующее, что за очередной атакой опять стоит алтайский производитель БАДов Evalar, компания такая, знаете, слышали о ней? Что первая попытка была предпринятая расправиться с Айхербом еще в 2018 году, кто-то пишет раньше, когда на эту компанию Айхерб пожаловался директор союза производителей БАДов к пищи, господин Жестков, сама организация была создана по инициативе Evalar, да и сам Жестков работал помощником депутата от Алтайского края Александра Прокопьева, чья мама создала и владеет компанией Evalar. Вот как вы считаете, граждане, это случайность или это похоже на какой-то сговор, как вы полагаете? А дальше производители компании Evalar многократно обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с просьбами заблокировать работу Айхерб в российском интернете, а потом пошли по проверенному пути, подключив прокуратуру. Легко получили разрешение суда в городе своем, где и располагается штаб-квартира компании Evalar, кстати, тоже, да, случайность. И сами тоже выступали бывшие работники компании, входящих на 100% в компанию Evalar. Ну, хронологию событий легко найти в интернете, кому будет интересно. Ну, а два дня назад запретили к ВОЗу в нашу страну, в Россию, самые, пожалуй, важные препараты. Ну, а подобный запрет, конечно, в первую очередь ударит по кошельку большей части населения страны, кто покупал на Айхербе определенные препараты. Кстати, многие абсолютно напрасно и не нужно, но некоторые действительно нужны и очень плохо, что это сделали, и теперь у людей не будет фактически выбора. Или будет, но не очень хороший, потому что, например, тот же витамин В12 категорически нельзя покупать в смеси его с другими препаратами в составе поливитаминов и так далее, например. Там многие из них антагонистами являются друг другу. И дело в том, что аптечные организации, российские производители БАДов объективно не смогут обеспечить нужную потребность в данных препаратах, тем более про качество это уже вопрос второй. А вот то, что действительно нужно делать, это развивать отечественные производства и выдавать высочайшие качества, не хуже зарубежного. Надо было доказать, что наша продукция, например, компания Валар, лучше по таким-то, по таким-то критериям, объективно, пусть и дороже, но это было бы честно. А еще лучше бы и честнее было бы сделать 2-3 линейки товаров, продуктов. То есть самое низкое качество, самое дешевое, высокое и самое премиум, самое дорогое. Скажу кое-что на примере Омега-3. Вот даже зарубежные производители, крупные компании, тоже у них есть разные Омега-3, даже в одной компании. Дело в том, что степень очистки, понимаете, от, например, тяжелых металлов, если, например, Омега добывают из печени рыб морских, например, трески на тотении и так далее. И чем степень очистки выше, тем препарат дороже. Они есть и даже сайхерба дороже, чем купить можно в России. То есть нельзя все под одну гребенку, в плане там все дешево, здесь дороже. Есть исключения. Просто люди, к сожалению, не оценивают, не умеют и не хотят качества, а смотрят на название, по сути, большинство я имею в виду, и видят дешевле, покупают, а дешевле не всегда лучше. Это действительно объективно так. Так вот, даже на ихербе есть, например, там веганские Омега-3 из морских водорослей, D3 из лишайника, то есть вот такие комплексы. И они, разумеется, дороже любых и продающихся у нас, и продающихся на ихербе, либо на других площадках и в других странах. То есть это тоже надо учитывать для объективности, это говорю, разумеется. Но вот сам факт, что людей лишают возможности выбора, это ужасно и погано. И ладно бы это было, еще раз говорю, по объективным, честным показателям, критериям. А вот не так, что решили больше зарабатывать, стать монополистами, причем не самых лучших товаров, пролоббировать это подлыми, нечестными способами, это уже совершенно другой вопрос. У меня потому к вам вот в завершении вопрос такой. Как вы относитесь вот к таким методам ведения бизнеса и к таким судам и судебным решениям? Напишите прямо под этим видео в комментариях об этом. Да, еще, чтобы никто не мог бросить у меня камень в этом смысле, скажу, что специально, принципиально, никакие ссылки, промо-коды там и так далее на продукцию iHerb от меня я оставлять специально не буду. Делал я это всего 2-3 раза под определенными видео о конкретных хороших товарах, например, там B12 и D3, по-моему. А так нет всегда, когда есть выбор, надо получать те или иные питательные вещества из продуктов или из суперпродуктов, например, таких как хлорелла, спирулина. И опять-таки думать головой, логически мыслить, то есть, если есть выбор дикорастущий или искусственно лабораторно полученная культура, которую в бассейнах выращивают, всегда надо делать выбор в сторону дикорастущей, как спирулины, например. И, конечно же, только, чтобы это было с сертификатами био. Поэтому не все на iHerb нужно и стоит и разумно покупать. Далеко не все. Здоровье дороже. И не все там лучшее и хорошее. И не все разумно, а только буквально несколько препаратов. Да, действительно, но можно сказать, нет альтернативы пока, по крайней мере. Ну и давайте теперь сделаем разумный и логичный вывод, для чего все это делается. Это лоббирование, убрать конкурента. А для чего это делается? Для того, чтобы остаться монополистом и уже можно не то что снижать, а еще повышать цены. Это же капитализм. Это же высшая его фаза капитализма у нас в мире сейчас, то есть империализм. То есть передел мира корпорациями. И какая корпорация другой перегрызет, что называется, ну пусть экономическими мерами разными и хитрыми вот такими нечестными, в том числе горло, то та и выживет, и та будет диктовать свои условия. Это общая мировая тенденция. А той свободной конкуренции, какая была на заре становления капитализма, уже давно нет. И теперь крупные поглощают мелких, остаются единицы в своих отраслях. И даже если есть несколько, они вступают в сговор по удержанию цен. А если остается одна в каком-то регионе, допустим, или государстве, то тогда, как говорится, понеслась. И естественно не во благо людей, а во благо себя. Они же себе не враги. Ну вот и все, собственно говоря. Ну и если вас заинтересует, по крайней мере, новых моих зрителей, то в моих видео я как раз поясняю, какие элементы, препараты нужны, какие не нужны, почему, в каких случаях, при каких обстоятельствах, как вообще правильно питаться, какие добавки надо, стоит в наше время применять, потому что, так сказать, в наше время действительно пища бедна питательными элементами. И без добавок здоровым человеком долго не прожить это точно. Ну а на моем канале вы найдете важные видео о здоровье, о тех или иных витаминах, препаратах, продуктах питания, которые можно или, наоборот, нельзя, то есть не стоят, по каким-то объективным причинам есть. О здоровом питании, образе жизни, о всех причинах, которые приводят человека к болезням, и о тех методах, которые стоит применять, чтобы быть в наши дни человеком здоровым, насколько это возможно. О том, как функционируют органы и системы. О всех причинно-следственных связях, касаемых здоровья и питания. В общем, смотрите мои видео, и вы будете знать, а не верить. В общем, пишите все, что вы думаете по этому поводу, вот прям под видео. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.